Уважаемые братья и сестры, предлагаю вам ко вниманию вот эту книгу «Наставление к правильным убеждениям». Ну, конечно, к правильным есть, можно сказать, в кавычках, автором которого является ваххабит Фаузан. Вы часто спрашиваете, а в чем проблема, что человек ваххабит? Или же, когда мы говорим, почему такая агрессия у ваххабита в отношении мусульман и вообще окружающих, то, читая вот эти книги, я думаю, эта книга уже вам ответит, откуда это идет. Негатив, агрессия к инакомыслящим мусульманам. Вот смотрите, здесь на странице 288 он пишет про единобожие в атрибутах и именах Аллаха Субханава Тааля. И вот третий вид он говорит, что это единобожие в именах и атрибутах и так далее, и тому подобное. Далее, этот вид единобожия, говорит он, отвергали джахмиты и их ученики из числа му'атазилитов. Мафии, все это понятно, это джахмиты, это вообще вероотступники, му'атазилит, это забывшие. И технично, и ашаритов, раз он подвязывает аккуратно. А кто такие ашариты на самом деле? Ашариты, это есть абсолютное большинство мусульман, уммы, пророка Мухаммада, саллаллаху алейху асалям. Ашарит есть ахлю сунна валь-джама'а, не отщепенцы, а именно гиганты из ученых. Ахлю сунна были ашаритами. То есть этот человек привязывает всю историю ислама, ахлю сунна, к вот этим сектантам. Ну хорошо, молодой человек, читая это, и думает он теперь. Это что же получается? Ширк? Это они мушрики? И уже у него пошло сомнение. Значит, он думает, значит, это все мушрики, и следовательно, он должен их ненавидеть. И далее он читает, доходит до страницы 294, в котором он приводит имама вакия, ахлю сунна валь-джама'а, слова про Амаша и Суфиан Таури, которые, говорит, рассказали эти хадисы об атрибутах, и они их не отрицали, говорит он. Вот эту цитату приводит. В цитате нет проблем. Мы признаем этих величайших ученых ислама. Но далее смотрите, что он пишет. Эти хадисы, то есть об атрибутах, отвергали лишь приверженцы нововведения из числа джахмитов, му'тазилитов, как мы говорим, это заблудче, и раз аккуратно, и ашаритов. Представляете себе, здесь тоже он также добавляет. Но здесь есть одна особенность. Тут он не останавливается именно на... Здесь он точку не ставит. После запятые он говорит, следующее по пути многобожников арабов, то есть мушликов. Понимаете? Здесь он полностью закрепляет в сознании молодого читателя то, что кроме вот этой ереси, которую он здесь пишет, кроме вот этой ереси в этой книге, что все остальные это являются, как минимум, язычники. Понимаете? А язычники, как говорится на одну минуту, это вообще не мусульмане. Понимаете? Вы понимаете, что этот человек толкает в массы людей? И как молодое сознание это будет переваривать? Вот такой дичью кормят мусульман. И после этого спрашивают, откуда эта агрессия. Когда агрессия направлена к абсолютному большинству мусульман. Вот я думаю, что мы еще разобрать будем еще книги этих современных ваххабитов. Я думаю, что даже это уже является пищей для размышлений каждого разумного мусульманина.